В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Время наслаждений, красотой природы и борьбы с болезнями. Как избежать простуды осенью? Вам посылка. 9 октября. Всемирный день почты. 21 километр за 1 час и 8 минут. Соровчанин стал вторым на Казанском полумарафоне 2019. Далее расскажем обо всем подробно. Для многих осень – любимое время года. Это прекрасная пора для прогулок на свежем воздухе, когда можно любоваться разноцветными красками на земле, многослойными облаками и живописными закатами. Но в этот период поднимают голову простудные заболевания, что вызывает болезни и как их избежать. Результатом холодной осенней погоды часто становятся простудные заболевания – насморк, кашель, боль в горле, постоянные спутники золотой пары. Есть несколько методов поддержания иммунитета, чтобы организм мог противостоять гриппу и ОРВИ. Один из главных способов – вакцинация. Прививка – не гарантия того, что вы не заболеете. Однако привитый человек переносит инфекцию в более легкой форме, без серьезных осложнений. Иммунизация позволяет снизить риски осложнений заболеваний, прежде всего такого коварного вируса, как грипп. К сожалению, вирус гриппа характеризуется своими осложнениями. Прежде всего, это плохо курабельные пневмонии. И риски летальных случаев – они высоки. Одеваться нужно по погоде. Не стоит наряжаться в легкие курточки, даже если днем ожидается плюсовая температура. В утреннюю и вечернюю прохладу легко можно простыть. Врачи советуют чаще мыть руки с мылом и сбалансировать рацион питания. Употребляйте обогащенную витаминами и микроэлементами пищу. Пейте достаточное количество жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Увеличить в рационе продукты, богатые белком, витаминами С, витаминами группы В, полиненасыщенными жирными кислотами, что позволяет снизить риски заболеваний вирусными инфекциями и стимулировать свой иммунитет. Не стоит забывать о здоровом образе жизни, прогулках на свежем воздухе, закаливании и полноценном сне. Тогда риски подхватить инфекцию будут минимальными. Подробности в следующем репортаже. Что делают народные избранники и сколько они зарабатывают? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в новом проекте «10 минут с депутатом». Ведущий Петр Смирнов познакомит зрителей с представителями городской думы. Поговорит о том, как депутаты работают в округах, решают проблемы саровчан и реализуют проекты. Еще одна новинка сезона – программа «Интернет-обзор». Подборка интересных видеороликов из сети, которые способны очаровать, рассмешить и удивить зрителя. Рассчитываю на самую широкую аудиторию. Не на узкую, не только на молодежь, не только на школьников, например, или на людей какой-то определенной профессии. Просто ищу в интернете интересное видео для всех. Третий сезон подряд телеканал дает возможность подрастающему поколению попробовать себя в роли журналистов, операторов и монтажеров. Школьники города готовят передачу «Наше время», в которой рассказывают сверстникам о важных событиях и темах месяца. В этом сезоне обновился состав юных телевизионщиков. Дети возраста от 12 до 15 лет. Это воспитанники студии журналистики Молодежного центра. Вот я там с ними занимаюсь, учу их основам журналистики. И, собственно, вот эти дети пробуют свои силы перед нашими телекамерами. Раньше у передач была какая-то определенная тема. Например, девушки осваивали мужские профессии. Или была передача, посвященная моде и красоте. Теперь мы не хотим ограничиться какой-то одной темой. Мы будем делать несколько разных рубрик. В новом сезоне зрители смогут изучать английский язык в программе «Элементарно», передать приветы и донести свои мысли до всего города в проекте «Хочу сказать», увидеть связь поколений в передаче «Дети и родители». Это малая часть того, что подготовила наша команда к новому сезону. Смотрите канал 16, следите за анонсами и выбирайте интересные для себя проекты. Более 2 миллиардов рублей Саров получит в период с 2020 по 2020 год на проведение полной реконструкции очистных сооружений. Это стало возможным благодаря включению в национальный проект «Оздоровление Волги». Специалисты приступили к составлению документации на заключение муниципального контракта. Исполнители работ определят до 10 декабря, сообщает администрация Сарова. Финансовые вливания позволят выйти на качественно новый уровень очистки источных вод и существенно улучшить экологическую обстановку на городских водоемах. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 23 октября фонд НОНС проведет акцию по сдаче крови на типирование для пополнения российского регистра потенциальных доноров костного мозга. Принять в ней участие могут саровчане в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Сдать кровь в нашем городе можно в диагностической лаборатории ГЕМАХЭЛ. Донорство костного мозга во всем мире добровольно, безвозмездно и анонимно. Безвредность и безопасность процедуры для здоровья донора подтверждена статистикой сотен тысяч трансплантаций, проведенных за последние 30 лет. Трансплантация костного мозга нередко единственный шанс спасти жизнь человека с гематологическим или онкологическим заболеванием. Подведены итоги федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдают детям». В туристко-краеведческой номинации собрано десятка лучших по пять туристов и краеведов. Среди них есть представитель Сарова, педагог дополнительного образования Дворца детского творчества Елена Гринева. В декабре состоится очный этап, а затем в каждой из восьми номинаций конкурса определяют лучших педагогов системы дополнительного образования России. 42 тысячи отделений по всей стране и более 300 тысяч работников. Эта компания обладает самой крупной филиальной сетью в России, одним из самых больших трудовых коллективов. Почта России – это федеральный почтовый оператор, который входит в перечень стратегических предприятий. 9 октября сотрудники этой организации отмечают профессиональный праздник. Людмила Владимировна Титова решила стать почтальоном, когда вышла на пенсию. На почте она трудится два года. Ее рабочий день начинается с сортировки газет и журналов, которые после обеда она разносит подписчикам и адресатам своего участка. Обойти нужно без малого 33 дома. Открытки вот это все продолжается, все поступает еще. Все говорят, письма сейчас не пишут. Нет, пишут письма. И многое открытки шлют из всяких разных стран. Так что нет, почта работает, она не стоит на месте. Людмила Владимировна считает, что профессия почтальона включает в себя не только механическую работу с корреспонденцией. Иногда почтальон примеряет на себя роль психотерапевта. Особенно это важно в общении с пожилыми людьми. К ним как относишься к народу, так и они относятся к тебе. Они у нас здесь, народ здесь старенький, район старенький. Они требуют от нас доброты, разговора побольше. Ну а так, в принципе, все нормально, все прекрасно. С мнением своей подчиненной согласна и начальник отделения Ольга Надежкина. Она работает на почте уже 12 лет. Начинала оператором, потом стала руководителем маленького, но сплоченного коллектива. С каждым человеком можно найти общий язык. Если все объяснить, показать, то все прекрасно все понимают. И у нас коллектив очень дружный. Одни – получить интернет-заказ, другие – отправить бандероль, третьи – оплатить квитанцию. Ежегодно почта нашей страны принимает около 2,5 миллиардов писем и счетов. Обрабатывает порядка 350 миллионов посылок. Сотрудники отделения доставляют подписчикам 1 миллиард газет и журналов. Ольга считает, что при любой нагрузке главное любить свою профессию и быть отзывчивым с клиентами. Человек, работающий на почте, должен обладать терпением, потому что люди бывают разные. Каждому надо найти общий язык, подход свой, каждому, может быть, надо помочь. Всемирный день почты отмечается 9 октября. Праздник приурочен к появлению Глобального союза, который объединил отделения по всему миру. И даже сейчас, когда отправить сообщение можно с любого гаджета, получить настоящее письмо или открытку – знак особого внимания. С 1 по 10 октября в нашей стране проходят декады пожилых людей. Эти дни посвящены достойным, мудрым, уважаемым, стойким и выносливым людям. Такие граждане живут и в нашем городе. Что бы ни случилось, смотри в лоб урагану. Вот я всю жизнь смотрю в лоб урагану. С таким девизом по жизни идет Надежда Викторовна Почтарюкова «Наш город». Женщина переехала 60 лет назад. Поначалу она работала на стройке, затем стала корреспондентом городского радио. После этого руководила клубами «Авангард» и «Прогресс». Но больше всего женщине полюбилась профессия редактора радио Российского федерального ядерного центра. Это такое счастье, что мне пришлось быть на этой работе. Это общение с министрами, общение с учеными, общение с руководителями, ну и, конечно, с рабочими, с работниками нашего Российского ядерного центра. И мне надо было охватывать все области жизни наших работников. Сегодня Надежда Викторовна Почтарюкова сглавляет городскую организацию «Дети войны». В нее входят более 5900 человек. Вместе они посещают различные городские мероприятия, рассказывают свои детские истории молодому поколению и проводят лекции на тему Великой Отечественной войны. Любовь к жизни, это вот движение, может быть, и привело к тому, что я сейчас руковожу этой организацией, тем более это поколение, забытое поколение. И мы никак не можем добиться статуса «Дети войны». Сегодня самому молодому ребенку войны 74 года, а вот мы забытые. И что интересно, это последнее поколение, живое поколение свидетелей Великой Отечественной войны. Помимо общественных работ у Надежды Викторовны есть много развлечений и хобби. Она увлекается вышиванием и разводит комнатные растения. А еще она счастливая мать и бабушка. Чтобы не зачахнуть на пенсии, Надежда Викторовна советует найти себе дело по душе и погрузиться в него с головой. Новый сезон, новые произведения и новые дети, которые переняли эстафету чтения вслух у своих старших товарищей. На очередной встрече в Дворце детского творчества школьники читали о произведениях Алисы Селезневой, которые придумал Кир Балычев. Подробности в следующем репортаже. Что натворила третья классница Алиса Селезнева, зачем ей нужен золотой самородок, кто такие космические пираты и еще много интересного о девочке из будущего узнали школьники на проекте «Читаем вслух». В этот раз мальчишки и девчонки отправились в литературное путешествие вместе с главной героиней в фантастической повести Кирой Булычевой. Алиса глубоко встал в окно, глядела в окно, наконец решилась. Пап, я преступница. Коля Махров впервые пришел на проект. Мальчик любит читать вслух и считает, что он делает это достаточно выразительно. Но пока публичные выступления ограничивались школой. Когда учитель предложил попробовать свои силы перед незнакомой публикой, согласился. Мне очень понравилось читать, но я думаю, что я выступил неплохо. У его одноклассника Святослава Новикова это тоже первое выступление. Мальчик признался, что главное справиться с волнением перед выходом к микрофону. Но наставление учителя и предварительная подготовка придали ему уверенности. Мне сегодня очень понравилось выступать, потому что я никогда не выступала на публику. Проект Дворца детского творчества на протяжении нескольких лет воспитывает в школьниках любовь к художественному слову. Преподаватель русского языка и литературы Светлана Максимова регулярно приходит сюда со своими учениками. Проект на удивление своевременен. Дело в том, что действительно у нас сейчас есть некая тенденция к тому, что чтение уходит на второй план. Все увлечены электронными версиями. И вслух слово немножечко уходит на задний план. И вот это вот возрождение чтения очень важно. Светлана считает очень важным не просто отрепетировать с детьми отрывок из повести или рассказа, а заинтересовать ребят этим произведением. Мы берем тексты, прочитываем их по ролям. Я им что-то рассказываю об авторе, о самом тексте. Читаем вслух – это не конкурс. Здесь не аплодируют и не оценивают выступления. Главное – прочитать так, чтобы заинтересовать участников проекта, пробудить в них интерес к произведению, чтобы после выхода из зала они взяли эту книгу и прочитали до конца. Казанский полумарафон – это большой спортивный праздник, на который приезжают любители легкой атлетики со всех уголков нашей страны. В зависимости от подготовки они бегут различные дистанции. В этом году в забеге на 21 километр саровчанин Максим Кистанов занял второе место. Таймермен – самый массовый международный кросс-нации в России. В нем приняло участие более 20 тысяч человек со всего мира. На кроссе нации я пробежала 3 километра и оказалась в сотне лучших, за что получила заслуженную медаль. Одновременно с кроссом нации проходил и традиционный казанский марафон. На нем саровский спортсмен Максим Кистанов стал вторым. Максим Кистанов – марафонец, поэтому пробежать 21 километр 100 метров спортсмену не составило особого труда. К забегу в столице Татарстана он готовился на протяжении нескольких месяцев. Говорит, что на трассе приходилось бежать быстрым темпом. Скорости не хватило. Мы с Максимом, который занял первое место, мы догоняли тех, кто убежал. Где-то на 10-м километре он начал прибавлять. Я уже чувствую, я такую скорость высокую поддерживать не могу. На полумарафоне Максим Кистанов улучшил свой результат на 30 секунд и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. По словам Максима, трасса в Казани была простой, но сложности все же случались. Был кусок трассы по набережной, мы бежали там по бетонной и мостовой. Она была настолько скользкая, даже кроссовки проскалезали. А там где-то, наверное, 3-4 километра мы по ней бежали. Беговой сезон для атлетов закрыт, но только не для Максима. Спортсмен готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут весной 2020 года. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин